Всем привет, дорогие друзья, с вами Якс, и на сегодня у нас продолжение, вторая часть фишек. Сегодня мы дотестим то, что не дотестили, и, конечно же, узнаем много новых моментов, которые я заготовил, конечно же, на вторую часть. Сегодняшняя часть у нас получилась немного лучше, поэтому, ребятки, не скупитесь на лайк, конечно же, не буду тянуть, и пожелаю всем приятного просмотра. Ну и что ж, поехали! Итак, ребята, первое, что мы, конечно же, будем тестить сегодня этих фановых паучков, мы сегодня дотестим всех героев, которые у нас были недотечены в прошлый раз. Вы написали в комментариях, каких я героев забыл. Естественно, здесь они сейчас у нас есть. Там еще писали про то, что Тинник, вот он типа вот не вкачанный ульт, поэтому и не дается эффект. Но сейчас мы это поправим и посмотрим. Смотрите, у нас нет эффекта на Тиннике все равно, то есть, поэтому эта тема опровергается, то, что у нас типа не вкачан ультимейт, и из-за этого не дается эффект аганима. Ну, посмотрите, обычные пауки. Окей, go next, инвокер. Кто-то там говорил, что удалить доту, если инвокера пауки будут с эффектом сфер, но нету сфер, посмотрите. Сфер нету, так что два героя уже просто пролетают мимо, и это очень-очень хорошо. Так, давайте, юзаем вот эту штуку сюда. И эффект котла у нас будет такой же, как и... Был у нас где-то такой эффект тоже, по-моему, от какого-то героя. Посмотрите, тоже подсвечивается у нас персонаж. Наш паук подсвечен, так какой-то у него цвет волшебный есть. Ладно, это оставляем. В общем, эта тема работает. Следующий герой, которого мы тестим, это Твинхед. У Твинхеда тоже должно быть очень интересно. Жесть, пауки грызут из-за этого МКБ. Посмотрите, какой огонь у нас от Твинхеда. А есть огонь и лед, да? Льда, кстати, походу нету. А не, лед есть. Все, извините. Бэканул. Как говорится, и огонь и вода. Те, кто поймут, те поймут. Да, есть эффект. Тут Твинхеда тоже прикольный, красивый эффект. Причем сначала, вы видели, не было этого льда и остался только огонь. Да, прикольный эффект. Тоже сейчас будем тестить дальше. Лина у нас там идет. Посмотрим, что там у Лины. Так, пауки стопы. У Лины. У Лины тоже какой-то эффект, как типа у Розора, что ли. Ну, кстати, был такой эффект, по-моему, у какого-то персонажа. В принципе, ничего нового здесь нет. Вот тоже паучки забирают с него эффект. Сейчас интересно будет, на самом деле, посмотреть Лишрака. Что у нас у Лишрака? У Лишрака, мне кажется, какой-то должен быть этот. Ладно. Итак, у Лишрака сейчас мы должны проверить, что у него там есть. Должны быть шипы на наших пауканах. Сейчас мы это проверим. Может, они маленькие какие-то. Я сейчас не вижу шипов, а, к сожалению, это меня подрастроило. Я думал, будут пауки с шипами. Так, не грызи его. Оставь в покое этого дядю. Жесть. Но нету, нету эффекта, ребятки. Уже три героя мимо. Лишрака сферы не унаследуют. Лишрака тоже. И сейчас мы посмотрим на Чена. Что тут у Чена у нас? У Чена прикольное свечение. Посмотрите, какое у нас тут есть. Тоже такой какой-то огонек. Но мне нравится этот огонек, который ходит за паучком. Такой, знаете, паучок как будто... Что-то вот он... Что-то... Непонятно. На самом деле я даже объяснить не могу. Но эффект тоже прикольный, здравый. Кстати, там писали в комментариях, что если паучки кого-то добьют, из них тоже паучки появятся с агонимным эффектом этим. Давайте сейчас посмотрим и протестим. Очень, на самом деле, это интересно будет. Я думаю, некоторым ребятам тоже это будет интересно. Паучки тоже, походу, с агонимным эффектом будут унаследованы. Так, слабые пауки. Где у нас? Да, они тоже с этим эффектиком. Тоже маленькие. Слушайте, ну это на самом деле прикольная тема. И как писал один парень в комментах, что типа по Рохлу можно написать, что пауки с нового обновления теперь воруют агоним. Ну это люто. И типа, прикиньте, способности там им есть. И типа, некоторые ребята на это бы просто повелись. Ладно, не суть. Гоу тестить дальше. У нас есть тут еще минер. У минера тоже прикольный эффект будет. Да. Как будто, смотрите, заряженные пауки сейчас просто взорвут все, что тут можно и нельзя. Но тоже прикольный эффект. И сейчас остается нам протестить Леончика. И я, в принципе, закончил с этими тараканами. Не знаю, эти тараканы растянулись уже огромное количество времени. И это у нас получилось основное видос. Так, горение какое-то есть. Смотрите, просто как будто какая-то сфера горения у этого паука. И дополнительно-таки интересно смотрится тоже. Но самый топовый эффект, конечно же, это Лич. И еще, что я хотел посмотреть, это та самая книжка, которую вы тоже обратили внимание у Кристалки. Сейчас мы заспауним Кристалку и посмотрим, что же там за книжка. Какие у нас обученные пауки получаются. Так, заспаунили ЦМку. И сейчас будем смотреть, что же у нее там за книжка. Интересно даже. О, книжка, смотри. О, Tool Tip Missing. Ага, и можно что сделать? Ничего нельзя сделать. Вот, то есть этот паучок просто достает книжку и читает ее. При этом тут больше ничего не юзается. Ну, на самом деле, как и ожидаемо было, это все равно, что на Рошане есть там картинка какого-то разработчика. Я куда-то, как-то помню, вставлял эту картинку. Эту картинку видно, когда, короче, играешь через ЧОС или через ЧОП в роли комментатора или админа там. Я не знаю, то есть некоторые помнят, если найду, я вставлю эту картинку здесь и будет все прикольно. В общем, ребятки, книжка ничего не делает. Мы проехали всю эту контору дальше. Итак, ребятки, приступаем уже к жестким фишкам. А знали ли вы, что ассасинейт снайпера можно закайтить смоком? Для этого нужно очень-очень четко нажать в тайминг, когда патронус уже до вас долетает. И, конечно же, тогда вы закайтите этот ассасинейт. Если честно, фишка очень тяжелая и довольно-таки не с первого раза получается. Тут нужно прям овер четко нажать в тайминг. И это, на самом деле, не так просто, как кажется. Заходите в соло-лобби, протестите эту тему. Это очень-очень, на самом деле, сложно. Я сколько раз пробовал. Получается, не всегда. Нужно либо чуть-чуть раньше, либо чуть-чуть позже нажимать. Но это, в целом, получается. И это работает. Практикуйте. Следующая фишка у нас с урной. Друзья, многие заметили на стриме. Я пользуюсь одной очень интересной фишкой. А именно, я покупаю урну на базе. И у меня есть уже один зарядик. Для того, чтобы так сделать, нужно отвезти курьера и отвезти героя. И собрать это все в кругу силы. Покупаем рецепт. Берем это все в круг силы. И правой кнопкой мыши собираем. При этом, когда у вас урна соберется, она будет иметь один заряд. Это не работает, когда у вас есть либо курьер, либо герой рядом с, так сказать, местом покупки. Давайте я вам это покажу. Смотрите, вот берем мы рецепт, он дропается в куру. Берем, собираем. И, конечно же, в курьере эта тема уже не работает. А в кругу силы. И когда рядом нету героев, и когда рядом нету курьера, тогда все работает. Пользуйтесь. Очень, кстати, хорошая фишка. И один халявный заряд. Просто за то, что вы купили урну. Возможно, вы лох и по, вы стоите на лайне. Просто вам прилетает, конечно же, урночка. И вы себе сразу на лицо накидываете. Или какого-то оппонента убиваете. Вот это полезно. Что ж, друзья, следующая фишка, это, скорее всего, тест. Очень, очень интересный тест. Если честно, я сейчас сижу в шоке. Я это уже посмотрел. Вот этот комментарий, который парень оставил. На самом деле, да, меня и побудил этот комментарий на то, чтобы проверить эту тему. И я, если честно, мягко говоря, в шоке. В общем, у нас тут есть три персонажа. Три самых жестких героя, которые имеют очень хороший магический резист. А именно, вайпер, есть антимаг и есть, конечно же, хускар. Пуджа я сюда пихать не стал, потому что Пуджа не такой большой резист, который есть. Плюс тут у нас еще есть Рубик, у которого 20% Magic Resistance Aura. И я, мягко говоря, в шоке с того, что я получил на выходе. У нас есть инвокер, который может просто метеором нанести уйму урона. Как вы видите, все отлично работает. Но, если у нас тут у этих трех персонажей есть шесть пайпов, то посмотрите просто, сколько наносит урона этот метеорит. Я немного не понимаю, как это работает и почему это так работает. Или это баг такой, но им урон просто не наносится. Им просто не наносится урон. У нас тут равное количество хитпоинтов, 2012 хп, но урон им не наносится. Говорит ли это о том, что в доте существует 100% магический резист? Скорее всего, говорит. Вы просто посмотрите. Просто посмотрите. Ну, не наносит метеор им урона. Это как? То есть, чуть-чуть... А, нет, чуть-чуть наносит, но не хватает. Окей, ладно. Это мы посмотрели. Давайте дропнем эти худы. И посмотрим. Три худа я выкину, и вайперу будет ли наноситься урон с его карасилом. Вот теперь урон чуть-чуть наносится. Посмотрите. А давайте еще дропнем. Еще два. Скорее всего, это больше тест, нежели чем фишка, чтобы понять, есть ли в доте 100% магический резист? Смотрите, с одним худом уже что-то наносится хотя бы. И это говорит о том, что в доте все-таки худы эти, они стакаются. И 100% резист вы можете, в принципе, получить. Да, смотрите. То есть, урон сейчас хотя бы наносится. Хотя бы наносится. При том, что у инвокера метеор, он не слабо дамажит. И очень-очень много наносится урона с него. Но вайперу, мягко говоря, пофиг. Посмотрите. Жесть. То есть, получается, что есть 100% у нас магический резист в доте. Это на самом деле очень-очень странно. Почему такую оплошность допустили? То есть, с шестью худами просто магия не чувствуется. Но сейчас мы, на самом деле, я хочу лично протестить. Я в шоке просто сижу. Я не могу даже тут особо что-то сообразить. Потому что такое впервые я вижу в доте, что есть 100% магический резист. И тут напрашивается рубрика «А что если?». И, конечно же, скорее всего, видос такой будет. И те, кто запишет этот видос раньше, я обвиню их в плагиате. Потому что эту фишку 100% увидели они на моем канале. Давайте сейчас проверим, кто из этих трех персонажей будет самый резистовый без ауры. И просто на стандартном своем резисте. Итак, ребят. Мы подропали все худы и потом отдельно еще антимага. Посмотрим, сколько ему наносится с метеора. И сейчас мы проверим, кто же из них самый стойкий резистер. Мы сейчас их поставим поближе и посмотрим, кто из них лучше всего держит магию просто в стандарте. Давайте поехало у нас закидывать. И посмотрим, кто у нас просто намного лучше. Держи. Посмотрите, Хускар уже отлетает. Вайпер первый отлетел. Потом антимаг отлетел. И Хускар остался в лоу хп просто. Получается, что Вайпер самый слабый резистер. Потом идет антимаг. Причем антимаг сначала очень хорошо держался. А Хускар в конце, когда у него пассивка застакала за счет того, что он остается на лоу хп, вырвался, конечно, вперед. То есть, получается, в первой доте самый лучший резистер получается тогда антимаг. Потому что на лоу хп антимаг, как правило, не бегает. Он где-то в середине. В середине держится по хитпоинтам. А Хускар самый лучший резистер на лоу хп. Вот такой вот смысл этой фишки. Так, ну а сейчас, что я хочу посмотреть, это, конечно, сравнение антимага с Вайпером. Это сколько дамаги будет наноситься на сантимагу при дропании худов. То есть, если Вайперу наносилось, по-моему, уже после скидывания трех худов, то посмотрим, при скольких худах нанесется антимагу. Нет, антимаг, смотрите, держится даже еще, в принципе, здравенько при трех худах. И посмотрим, сколько нанесет ему при одном худе. То есть, есть ли какой-то такой лютый смысл это протещивать? Смотрите. Но, в принципе, приемлемо уже дамага чувствуется. Но когда вы берете просто шесть худов, блин, это забавно на самом деле. Где вы видели антимага с шестью худами? Дамаги вообще не чувствует. Просто, смотрите, бегает по метеору. Просто бегает по метеору и дамаги не чувствует. Да, это, конечно, лютая фишка, ребятки. Значит, дотки существуют 100% резист. Эту тему мы заюздали. Ждите, будет такой интересный видос. И, в принципе, поехали далее. Итак, ребята, следующие тесты у нас простенькие. После того, как я выпустил видосик с Хускар Ваншотом, очень много заметил комментариев, что ребята просто не понимают, как это делается. Эта фишка очень старая. Я миллион раз показывал это и очень много раз показывал это в прошлых фишках. Поэтому, ребятки, если кто-то знает, как ваншотить, перематывайте и смотрите другие фишки. В общем, что от нас требуется? У Хускара покупается Аганим, либо бафается с помощью Алхимика и закидывается Бладрейджи на у нас Хускара. Если раньше мы юзали это через комбинацию либо Скайпугна, либо Пугна Эридар, то сейчас можно это делать с помощью Бладсикера. Бладсикером накидывается у нас, конечно же, Бладрейджи на Хускарчика. И Хускар в это время просто должен четко замутить тему, просто нажав ультимейт, и все будет у него отлично. Давайте еще раз просто две лапы закинем и посмотрим, что будет происходить. Смотрите, закидывается первая лапа по КДшке и вторая. И посмотрим, сколько с ульты мы нанесем. Посмотрите, сколько ХП Пуджу сняло просто с двумя лапами. Если в стандарте с одной лапой даже, да давайте просто без лап посмотрим, сколько она несет. В стандарте без лап, если ультимейт наносит вот такое количество урона, то с лапами вы заметили, какая большая разница. И сейчас мы, если добавим сюда просто Дискорда, мы просто ваншотним нашего оппонента. Ведь Дискорд у нас снимает резист, а это значит, что это дополнительное количество урона, так сказать, вы плюсуете. Вот такая вот у нас фишка. Эта фишка у нас также работала, еще и плюс с Пугной и, конечно же, с Каем. Эту тему также очень легко юзать. Третий спелл у Ская это тоже амплификации. Второй спелл на Пугне это, конечно же, Астральчик. И тут больше ничего не нужно делать. То есть закидывается тоже вот такая вот тема и просто спокойно ваншотится. Также эта тема работает и через Ридар, а через вторую способность. Так что, ребятки, тестите, юзайте. Это не баг, это механика. За это вы смело не отлетаете просто. Можете максимально жестко качать права. Ну и, в принципе, вот такая вот у нас фишечка. Самый, мне кажется, лютый импакт от этой комбинации. Это, конечно же, с помощью Бладсикера. Потому что Хускар как бы, ну, особо и не затратно, знаете. Несколько героев за тобой таскают. И, в принципе, фишечка вот такая. Только единственное, нужен Дискорд. Поэтому вот так вот. Следующая фишка, друзья, у нас такая. Дезвард Вич Доктора. Можно сбить Карапасом. При этом считается по механике игры, что Дезвард это у нас отдельный источник урона. И, соответственно, на него не работает Блэйд Мэйл. Но если мы нажимаем Карапас, то палка сбивается. И Вич Доктор уходит у нас в стан. Как это работает, я не знаю. Но берите эту фишку на вооружение. Следующая фишка, ребятки, у нас немного похожа с прошлой фишкой. Если там мы тестили Дезвард, то тут сейчас будем тестить Незервард. Если вы хотите, так сказать, нанести пугне немного урона и простанить его, достаточно нажать Карапас. Но так как палка у нас в Незервард является тоже отдельным источником. И если вы нажимаете БМ или что-то еще нажмете, то, конечно же, вы не нанесете урон этому варду. И также не нанесете урон пугне. Но если вы нажимаете Карапас, то почему-то урон наносится пугне. И станчик, так сказать, залетает в пугну. Если честно, очень непонятная механика. Ведь Незервард у нас является, как и Дезвард, отдельным источником урона. И, соответственно, Карапас должен работать в Незервард. Но он почему-то залетает в пугну. Так что еще одна фишка на вооружении. Следующая фишка, ребятки, у нас тоже заезженная старенькая. Но я хочу ее напомнить. Все вы знаете, что есть у нас у Дестройера эссенция аура. И когда кто-то нажимает какую-то способность, то есть возможность, есть шанс восполнить какое-то количество маны. И у Инвокера есть очень интересная фишка, что вы можете просто обузить так ману просто нажатием книжки. Допустим, вы потратили ману. Смотрите, и нажимаем R, и книжка не улетает в КД. И просто вот так вот можно постоянно нажимать R. И вы восстановите в любом случае себе всю ману. Посмотрите, я просто хожу, нажимаю R, и этот обуз работает. То есть я не трачу ману, и получается, и восстанавливаю ману. Если, допустим, мы тут тратим на Метеор, и оп, R нажали. Смотрите, мана у нас стала полной. Поэтому, ребятки, пользуйтесь этим обузом. Очень интересная фишка. И также, кстати, можно сбивать первый спейл сайленсера. Также у нас книжка не будет уходить в КД. Но сайленсера первый скил вы будете сбивать. Игнорируем первый спейл сайленсера. Как видите, все прекрасно работает. Следующая фишка, друзья, у нас очень интересная. Она касается глимера и хексов во время глимера. Когда персонаж находится в глимере, его невозможно захексить. Если вот так, вы спокойно можете захексить оппонента, у которого есть глимер. Но, когда он сойдет в глимер, вы не можете на него направить. Написано, заклинание полиморф не действует на эту цель. Берите на вооружение очень лютая фишка. Если там есть какие-то хексеры, то вы не будете давать им просто вас хексить, когда на вас будет накинут глимер. Следующая фишка у нас касается антачибла у нас. Наши энчантерс и, конечно же, того же глимера. Очень интересная механика работы у нас есть здесь. Сейчас вкратце изложу. Посмотрите, когда сайленсер просто пытается бить у нас энчантерс, на него работает антачибл. И сайленсер очень медленно бьет. Обратите внимание, с каким интервалом он бьет. Тык. Спасибо за подписку. Тык. И это очень-очень медленно. Но сейчас с помощью глимера я заигнорю пассивку энчантерс. Как это сделать? Нужно бить с инвизой. И самое главное, чтобы сайленсера не было видно. Как мы это подобудим? Сейчас сделаем вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. И посмотрите, сейчас сайленсер зайдет у нас в глимер и будет бить с быстрым интервалом. То есть, получается, он у нас заигнорил пассивку энчантерс. Получается, это такая мини-контра. Если у вас нету золота на Сильвер Эйдж, конечно же, вы можете купить глимер Кейп. Самое главное, чтобы вас не было видно в инвизе глимера. И тогда вы сможете спокойно игнорировать антачибл энчантерс. Очень годная фишка по контролю данного персонажа. Итак, ребятки, следующая фишка у нас также заключается с глимером. Она у нас будет касаться Атропоса и его ультимейта с Аганимом. Все вы знаете, что когда Атропос ультует с Аганимом, если вы нажимаете райт-кликом атаковать Атропоса, то вы уходите в сон. В сон текущего уровня. Как это будет выглядеть? Атропос ультует и вы такие, ой, я тебя сейчас убью. И ПКМом нажимаете и улетаете в сон. То есть, это механика игры стандартная. Но с помощью глимера можно обходить этот сон и, конечно же, атаковать из глимера. Плюс еще будет одна фишка. Я ее покажу чуть позже. Как это будет делаться? Вам достаточно просто зайти в глимер и просто райт-кликом атаковать Атропоса. Сейчас я это продемонстрирую. Давайте, поехали. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Раз, два, три. И атакуем. Смотрите. Я игнорирую сон и атакую Атропоса. Но когда глимер, конечно же, заканчивается, я ухожу в сон. Соответственно, с помощью глимера можно законтрить вот этот Nightmare от Атропоса. Также еще есть одна фишка, которую тоже я вам сейчас покажу. Атропоса можно атаковать не ПКМом, а специальным хоткеем. Образно, у нас тут есть глоевы. Также вы знаете, у Дестройера есть Аркана, у Фускара есть Стрелы и так далее. Этой всей темой можно также игнорить Nightmare с помощью ультимейта Атропоса. То есть, если Атропос так защищается от райт-кликов, то вы можете это игнорировать. Как это будет выглядеть? Атропос ультует, и вы не райт-кликом, просто через ход KW накидываете ему вот так вот глоевы. Или накидываете Стрелы, Арканы, в зависимости от того, на каких вы персонажах. Но самое главное, в этот момент не райт-кликать. Иначе, смотрите, вы нажимаете там W, W, раз, и райт-кликнули случайно, и вы тогда уйдете в сон. Вот так вот вы игнорите просто стандартную механику игры и обманываете Атропоса. И при этом еще и убиваете, заставляете пукан поджечься. Следующая фишка у нас касается Ланайки и, конечно же, Фуриона. Если вы играете против Ланая, и где-то она засела вот так вот в свой Мелт, то вы можете смело ее выкурить с помощью своих спрутов. Я не знаю, как это работает. И в целом это довольно-таки интересная механика. Смотрите, она заходит вот сюда, и вы здесь просто спрутуете. Я думаю, это, наверное, так работает, потому что немножко Ланая вроде как смещается с места, да, ее деревьями двигаешь. Да, немного ее двигаешь деревьями, и из-за этого она выходит с Инвиза. То есть вот такая вот, ребятки, микрофишка. Если вы играете против Ланайки Фурионом, то вы смело сможете игнорировать ее Инвиз и, конечно же, задушить. Следующая фишка у нас довольно-таки интересная, ребятки. Она будет касаться мин Минера и, конечно же, Форстафа, либо Юла. Если вы играете против Минера, вы можете заигнорить мины. Если вы примерно догадываете, что здесь вот, допустим, лежат у нас мины, то вы можете профорстафиться через эти мины. Но только это нужно сделать очень аккуратно и очень осторожно. Как видите, одна минка взорвалась, но остальные не взорвались. Я просто успел перескочить Форстафом. То есть эту тему можно игнорить. Либо же просто вот так вот. ТП-хнуться и заюлиться. И тем самым вы заблочите урон. Держите эту фишку на вооружении. Не говоря уже о том, что, в принципе, если вы играете на каких-то персонажей, у которых есть Астралы, вы можете игнорировать мины, в принципе, спокойно Астралами. Это тоже старая фишка. Так как мины наносят у нас физический урон, соответственно, вы можете этой темой пользоваться. То есть в Астрале вы будете игнорировать. Но эта тема не касается у нас, конечно же, ремоутов Минера. Поэтому держите на вооружение. Форстафом можно перескочить через мины, и потом юлом можно заюлиться, не получить урон. И, конечно же, залетев туда даггером. Ну и самое, конечно же, стандартненькое, это с помощью каких-то физических иммунитетов заблокировать весь урон с этих мин. Следующая фишка у нас простенькая, ребятки. Во время того, когда у нас находится Рубик во мне слэш, он может юзать магии во время того, даже как он просто слэшит какого-нибудь оппонента. Это очень интересная фишка. И также можно будет еще подюзывать инвентарь, но инвентарь и так можно юзать. Если Джиггернаут не может во время ультимейта зажать какую-либо способность, то Рубик это делать может. Соответственно, ультуете, относите куда надо, даете ему второй еще до кучи и, конечно же, проводите время во мне слэшем намного веселее, чем это делает Джиггернаут. Следующая фишка у нас довольно-таки прикольная, ребятки. С помощью Сильверейджа вы можете отключить у Змеек Виномансера его яд. Не говоря уже о том, что у самого Виномансера вы также отключаете вторую способность. Давайте посмотрим. Заходим в Сильверейдж, атакуем. И смотрите, да, Змейка начинает просто бить без яда и не заражает никого. Посмотрите, Рубик, опа, и пошла у нас опять поливать. При этом есть определенные анимации, то есть, да, вы обратили внимание, что Змейка сейчас так поливает очень обильно, а до этого не поливал. То есть, соответственно, Сильверейдж отключает у Змейки Виномансера этот яд, эту пассивочку, которую также отключает и у Виномансера. Следующая фишка, друзья, у нас довольно-таки интересная и она касается таргета крипов. Если крипы атакуют какого-то персонажа и рядом есть на кого переагриться, то есть вот пачка крипов сейчас атакуют у нас, допустим, где? Ну, давайте разберем ситуацию получше. Пачка крипов у нас будет атаковать сейчас вот, вот этого крипа, да, и если мы заюзим телепорт, то эти крипы перестанут атаковать этого крипа, на которого я делаю телепорт. Это такая механика игры. При этом вы сможете спокойно завершить свою телепортацию. Очень довольно-таки интересная приколюха. Вот, допустим, смотрите, опа, телепортируясь, они перестали бить этого лоу-хопового крипа и, конечно же, продолжают драку. Тем самым у крипа повышается какая-то приоритетность, если вы нажимаете телепорт на него. Но если других крипов рядом нету, то крипов будут продолжать этого лоу-хопового крипа. Вот такая вот механика игры. Можете спокойно телепортироваться на любого крипа, даже если его атакуют. Если рядом есть крипы, то тогда они переагрятся на других крипов и дадут вам завершить телепортацию. Следующая фишка, друзья, у нас заключается в том, что с шадоу амулетом можно засейвить двух персонажей, запустить их в инвиз. Как это делается? Если таргетно на союзника вы нажимаете, то, соответственно, амулет у нас улетает. КД и персонаж стоит в инвизе. Это будет неправильной фишкой. Правильной фишкой будет заюзать так. Нажимаете, дабл кликом получается на этот амулет, тем самым улетаете в инвиз и во время этой анимации, когда вы заходите в инвиз, накидываете еще и на союзника. И получается, что с помощью амулета вы отправили двух персонажей в инвиз. Тем самым можно с другом немного подобузить на лайне и, конечно же, подождать оппонента и напихать ему. Вот такая вот приколюха. Следующая фишка у нас будет касаться купола Войда и Дезварда Вичдоктора. Когда вы ставите Войдом купол на Дезвард или же просто когда Вичдоктор ставит Дезвард в купол, то у нас Дезвард отключается. Сейчас мы это будем тестить. И когда вы поднимете Аганим, все будет работать нормально. Тут есть несколько нюансов, поэтому сейчас будем это все разбирать. Смотрите, в общем, Войд ставит у нас купол и ставится сюда Дезвард. Дезвард атаковать не может. Я не могу даже не направить ничего. И после купола мне нужно просто перенаправить этот Дезвард, тогда он начнет атаковать. Если вы это не сделаете, то даже после того, как закончится действие купола, Дезвард не будет атаковать. Смотрите, то есть если я сейчас направлял таргет на для атаки, то сейчас я направлять не буду. Ставится у нас вот сюда Дезвард, Дезвард не атакует. Купол закончится и Дезвард просто стоит. И после того, как я нажму, смотрите, он начинает атаковать. Поэтому это такой важный момент, важный нюанс в юзании Дезварда. Если вы поставили случайно в купол, то после купола вы обязаны просто перетаргетить этот Дезвард. Теперь, следующий момент, который у нас тут есть, это покупка Аганима. Все вы знаете, что с Аганимом во время купола, конечно же, можно ставить Дезвард, и он будет атаковать. Чекайте, просто чекайте. Смотрите, ставится купол, ставится у нас Дезвард, и Дезвард душит даже в куполе, ему все равно. То есть какая-то приоритетность меняется, и Дезвард становится намного опаснее, чем он был. Теперь не надо перекликивать, и не нужно ждать, пока закончится купол. Так что вот такие вот мини-фишечки тоже на вооружение. Следующие, друзья, фишки у нас будут очень простенькие, и назовем мы их МХ-карты Доты. Это легальная МХ, которая здесь есть. Вот эти персонажи, но это, скорее всего, не все персонажи, которые палят свои эффекты во время каких-то действий. Определенно. Давайте вот, ну, таргет на окей. Это, допустим, Джокиру. Джокиру будет палиться стенкой, этот будет палиться торрентом, и так далее. Сейчас мы это все будем показывать, но я, наверное, это все красивенько нарежу, и просто, ну, на некоторых моментах будем что-то разбирать дополнительно. Поэтому давайте приступим. Первый у нас будет этот Джокиру. Джокиру выставляем. Давайте вот так вот, айспэс. И, как видите, стенку его видно. Следующий герой. Следующий герой у нас кунка, и будет видно торрент. Смотри. Опа! И появилось. Также без внимания не останется и Таурен. Смотрите, пошел какой разлом. Когда он ультует, видно этот разлом. И это значит, что есть где-то суета. Можно увидеть еще и Саннера и Феникса. Давайте посмотрим. Смотрите. Опа! И есть. Вот так вот прям очень сочно выглядит, на самом деле. Или жестко. Также у нас тут есть еще и Найкс. Все вы знаете, что Найкс, когда вылазит с какого-либо крипа, его видно. Но, к сожалению, я это тут показать не могу. В игре, я думаю, вы многие замечали, что когда Найкс вот так вот залезет, и потом раз так, и видно, что что-то вот на карте там засветилось. И смотрите, там Найкс фармит. Когда Найкс вылазит, то она видна его по карте. Вот это тоже такая микрофишка, но тут, к сожалению, продемонстрировать ее не могу. Также еще Чардж Баратрума спалится на карте, когда он побежит. Опа! Видели? И побежал Баратрум. И при этом еще и сказали оповещение, что на кого-то напали. Вот такая тема. Следующий герой, который у нас тут есть, это Дум. Дум, в целом, когда юзает второй свой спелл, он начинает подсвечивать территорию, которую он поджег. Это видно прекрасно вот тут. Смотрите. Смотрите, видите вот этот эффект? То есть тут он это нажал, и тут этот эффект будет держаться. Соответственно, вы будете знать, что когда-то тут был Дум со своим вторым спеллом. Следующий герой, который также выдается своим эффектом, это, конечно же, Тускар. Кидаем вот этот Айс Шард. И залетает вот сюда, и тут такая образуется стеночка. Как видите, можно понять. Если Тускар фармит в лесу, то по этой стенке можно понять, что там Тускарчик где-то бродит. И, конечно же, третий спелл также будет давать о себе знать. Смотрите, нажимаем его двигаться туда, скрываем карту, и в целом подсвечивается у нас вообще вот тут очень сильно, где он поднял, вот этот сигиль, где он его поднял, его очень сильно тут видно. И в целом, где он вообще, где перемещается, но перемещение именно не видно, видно, где он изначально создан, деревья подсвечиваются. Но это тоже микрофишка, по сути. Ест своей фиссурой также даст понять, что он где-то есть. Бабах, и фиссура появилась. Следующий герой, который у нас есть специальным эффектом, это Питлорд. Питлорд, когда заканчивает свою телепортацию, может спалиться по карте. Но именно на товара за Скоржей. Когда он телепортируется, там есть такой небольшой эффектик. Сейчас этот эффектик мы и посмотрим. Обратите внимание на вот этот товар. Когда Питлорд закончит свою телепортацию, здесь будет такой небольшой эффект, который просигнализирует, что сюда прилетел Питлорд. Видели? Вот только что был эффект. И этот эффект подсказывает, что Питлорд только что прилетел. Очень интересная тема. Давайте еще раз вот сюда затпшимся с помощью ультимейта. И посмотрим, будет ли виден этот эффект. Иногда этот эффект чуть-чуть видно, а иногда видно прям очень сильно. Вот сейчас сильно было видно. Это значит, что Питлорд прилетел на этот товар. Очень даже прикольная фишка. Но и на этом, в принципе, эти тесты у нас подходят к концу. То есть, вот эти герои, которые показывают по карте свои способности, падающие к концу. Если у вас есть какие-то герои такие на примете. Ну, типа, Фурион тоже, но я не смог таки посмотреть. Почему-то он не палится, когда ультует. То есть, если есть герои вот такие, на примете, ребятки, у вас обязательно напишите. Кстати, Сайленсер еще, когда ультует, он тоже палится по карте. Поехали на следующие фишки. Ребята, я тут посмотрел, что я видосик уже сделал на 40 минут. Эти фишки вышли лютые. Тут очень много информации. И, что я могу сказать? Будет еще один выпуск фишек. Но, давайте сделаем так. Если прошлый выпуск, вы сделали, так сказать, 800 лайков. И я выпустил этот видос. То на этот видос я попрошу поставить 1к лайков, чтобы я выпустил следующий выпуск. Это будет у нас третья часть с фишками. Там будет работа лотус орбов. Там будет работа по вардам. Еще куча-куча разных фишек. Поэтому, ребятки, не ленитесь. Поставьте 1к лайков. И я сразу же начну делать новый видос. Надеюсь, в целом, вам эти фишки понравились в этом видосе. И, блин, вот реально что-то интересное узнали. Посмотрите, как я обужу ЦМХ этот амулет. Я могу просто даже четверых всех союзников с помощью амулета могу засунуть в инвиз. Надеюсь, это все будет для вас полезно. Ребятки, не ленитесь. 1к лайков и начинаю делать третью часть. Она тоже будет очень интересная. На этом все, друзья. С вами был Xenazos. Спасибо за то, что смотрите. И до скорого.